Наверняка каждый сталкивался с делами, которые очень нужно сделать, но которые почему-то никак не делаются. То ли лень, то ли нерешительность, то ли боязнь или еще какое-то препятствие, но качество жизни от этого заметно хуже, чем могло бы быть. И вот, когда вы думаете, что выхода из этого тупика нет, на помощь приходит удивительное правило, о котором вы узнаете прямо сейчас. Это правило 5 секунд, который я сформулировала Мэл Робинс, автор одноименного бестселлия. Звучит оно так. Каждый раз, когда вам нужно что-то сделать, но вы испытываете неуверенность, страх или стресс, начните считать от 5 до 1 и действуйте, когда дойдете до 1. Звучит как некий рекламный трюк, не правда ли? Но это не так. Дело в том, что наш мозг чрезвычайно сложно устроен, и чтобы найти к нему подход, нужно знать кое-какие закономерности. Согласно Мэл Робинс, у каждого человека имеется 5 секунд на то, чтобы исполнить какое-либо задуманное действие. Если подождать больше 5 секунд, мозг начнет искать причину для того, чтобы не осуществлять задуманное и остаться в зоне комфорта. При кажущейся простоте и даже нелепости правила 5 секунд, оно оказывается невероятно эффективным, что многократно подтверждалось самыми разными людьми. После просмотра данного видеоролика вы можете сделать себе такую психологическую установку. Если я считаю от 1 до 5, нужно сразу же действовать. После начните применять этот прием во всех сферах жизни, и вы увидите, каким эффективным он является на самом деле. Примеры использования правила 5 секунд Рассмотрим несколько простых примеров того, как можно использовать правила 5 секунд повседневной жизни. Первое. Допустим, вы не можете утром встать после того, как проследнил будильник. Посчитайте от 5 до 1, и ваш мозг активирует нужные центры, чтобы вы могли быстро подняться с кровати. Второе. Или, к примеру, вам нужно сделать какой-то не очень приятный, но очень нужный звонок. Вы никак не решаетесь набрать номер. Что же, правило 5 секунд вам в помощь. Просто посчитайте от 5 до 1, и ни о чем не думая, начинайте набирать нужный номер. Третье. Вы не можете решиться обратиться к начальнику для того, чтобы вам подняли зарплату. Не беспокойтесь. Считайте от 5 до 1, и сразу же действуйте, пока мозг не начал саботировать эту идею. Четвертое. Вам кажется невозможным выработать привычку уделять 20 минут в день изучению английского языка. Вы уже знаете, что делать. Считайте от 5 до 1, и незамедлительно приступайте к делу, пока мозг не придумал причину, как уклониться от этого. Итак, правило 5 секунд может стать мощным инструментом в руках того, кто желает развиваться. С каждым разом ваш мозг будет все быстрее и увереннее подчиняться этому простому приему. При этом следует понимать, что никакой магии в этом нет. Это всего лишь одна из закономерностей нашего замечательного и невероятно сложно устроенного мозга. Создаете психологическую установку и используете ее. К слову сказать, если вы часто не можете отложить свой смартфон в сторону и начать важное дело для вас, попробуйте применить это правило. Прокручивая бессмысленные ленты соцсетей, мысленно посчитайте от 5 до 1, и сразу же заблокируйте телефон и идите выполнять нужное дело. Очень скоро вы удивитесь тому, насколько эффективно правило 5 секунд, и как успешно его можно использовать для развития личности. Благодаря ему многие люди сумели изменить свою жизнь. А сейчас я бы хотел уделить внимание интернету. Интернет открывает перед нами огромное пространство возможностей. С его помощью мы можем общаться, работать, получать образование. Наш главный источник интернета – смартфон. Легкий и компактный, он везде следует за нами, и мы всегда остаемся на связи. В любой момент готовы ответить на письмо или обновить ленту новостей. Вот тут и начинаются проблемы. Мы постоянно проверяем соцсети в ожидании новых постов, лайков и комментариев. Постепенно мы переходим грань, которая отдаляет здоровые отношения с телефоном от зависимости. Есть только несколько простых правил, которые помогут нам отклеиться от интернета и взять эту сторону жизни под свой контроль. Не проверяйте соцсети до полудня. Посвятите начало дня себе. Сосредоточьтесь на вашей утренней практике. Выпейте пол-литра воды с лимоном и хотя бы 15 минут понаблюдайте за дыханием. В это время мы задаем настрой на целый день. Поэтому и в утренние часы лучше планировать предстоящие дела и заниматься саморазвитием, а не поглощением контента. Дорога на работу тоже может стать продуктивной, если вы поставите телефон в авиарежим и спокойно почитаете или послушаете развивающую литературу. Наполните свое утро тем, что настроит ваш ум на нужный лад, а не распылит внимание на десятки постов и ярких картинок. Не смотрите в телефон за едой. Научитесь трапезничать без мобильного. Мы насыщаемся быстрее, если действительно уделяем внимание еде, а не просто загружаем ее в себя, пока смотрим в экран. Когда наши мысли в тарелке, а не на ютюбе, мы вовремя ощущаем первые признаки сытности и не переедаем. Как вы понимаете, интернет за столом лишний. Знаете, когда нужно остановиться. Установите для себя дедлайн, время после которого вы откладываете телефон в сторону и больше не трогаете его. Например, в 8 часов вечера. Если вы читаете книги в телефоне, включите авиарежим и боритесь с соблазном выключить его. Еще не уверены, нужен ли вам интернет-детокс? Установите приложение, которое фиксирует время нахождения в соцсетях, браузерах и других приложениях. Его можно найти по запросам тайм-трекер, трекер времени. Вы узнаете, сколько часов у вас уходит на ВК, Инстаграм, Ютуб и сколько раз вы берете телефон в руки. Обещаем. Это будет очень интересно. Треть жизни мы спим, треть работаем. Прибавьте сюда время на дорогу и еду. Остается всего несколько свободных часов. Давайте распоряжаться ими здраво и направлять на то, что действительно важно. И помните, только тот, кто делает, чему-то научится. Брюс Ли. Субтитры сделал DimaTorzok